САМАРСКАЯ СРЕДА Когда и зачем было создано муниципальное предприятие города Самары – архитектурно-планировочное бюро? Как с помощью архитектурно-планировочного бюро сделать типовую квартиру уникальной? Чем муниципальное предприятие может помочь большим строительным компаниям? В нашей студии Анна Федорова, главный специалист отдела проектных работ муниципального предприятия города Самары – архитектурно-планировочное бюро. Анна, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. — Давайте начнем с самого начала, с создания вашего предприятия. Когда и зачем было сделано в администрации города Самара открыто муниципальное предприятие, архитектурно-планировочное бюро? — Архитектурно-планировочное бюро было открыто в 2002 году непосредственно для того, чтобы оказывать услуги населению. — В каком сфере? Это перепланировки жилья и нежилья, подготовка инженерно-технических заключений непосредственно. Если у вас есть типовая квартира, и вы захотели в ней выполнить перепланировку, вас что-то в ней не устраивает, вы можете прийти к нам, и мы вас можем проконсультировать, какие стены можно сносить, а какие нет. — Ну это вот отдельно обсудим. Какие еще задачи предполагалось решать, сейчас решаются? — Сейчас мы активно участвуем в общественных объектах города Самары. Непосредственно недавно мы выпустили проект и рабочую документацию по реконструкции дороги. В частности, участок находится в границах между Новосадовой и Московского шоссе. Также мы помогаем в узаканивании перепланировки как школам, так и больницам. — А у нас школы и больницы тоже требуют перепланировки, я правильно понимаю? — Конечно, безусловно. Меняются назначения помещений, меняются требования, как раз-таки доступ для маломобильных групп населения, и как раз-таки мы можем все это подготовить. — А насколько вообще востребованная услуга, назовем ее так, востребованная работа, допустим, перепланировка школы, перепланировка больницы? То есть я правильно понимаю, что на сегодняшний день те требования, которые когда-то были заложены, например, к школам, они уже изменились? Потому что, казалось бы, школа — это типовое здание, и каким оно было когда-то создано, таким оно и должно оставаться. — Ну, безусловно, конечно же, требования меняются. Даже говорю, если рассматривать тот момент, что для маломобильных групп населения сейчас есть определенные требования, чтобы людям было комфортно находиться в данных помещениях. — Как раз-таки в этом случае мы и смотрим. Выезжаем на объект и смотрим, проходит ли данное помещение по требованиям. Допустим, даже тот же самый расширить проем. Если раньше был заложен проем условно метр в свету, да, получается дверное полотно 900, то сейчас уже по нормативным требованиям, даже если рассматривать пожарные требования, это нужно увеличивать, если как бы дверной проем относится к эвакуационному выходу. Соответственно, нам нужно его расширить с усилением. — То есть, соответственно, появляется целый комплекс работ, которые необходимо проводить, согласовывать и понимать вообще, как они отразятся в целом на всем здании. — Да, безусловно, это так. — И, кстати, вот интересный момент сейчас подумал. То есть я правильно понимаю, что на самом деле раньше вот такого внимания к маломобильным гражданам, к людям с ограниченными возможностями не было? То есть вот не было заранее предусмотрено всей той инфраструктуры необходимой, о которой вы сейчас говорите? — Ну, если смотреть на здания, которые вот у нас сейчас в работе, то получается, что так. — То есть там они изначально предполагались для людей, которые, ну, скажем так, относительно здоровые, у них все, так сказать, в порядке. Вот если говорить о практической ситуации, вот, допустим, владелец квартиры, старой квартиры, так называемого старого жилого фонда, он ее купил, он ее получил по наследству, не суть. И он, эта квартира типовая, такая, которые когда-то, ну, производились. Он хочет сделать ее индивидуальной. Вот что ему делать? То есть разработка проектов реконструкции вот этого, этой квартиры, это ваш вопрос? — Конечно, наш вопрос, что нужно сделать в таких случаях, да? Так или иначе, все мы хотим сделать в итоге перепланировку, потому что требования меняются, что-то хочется поменять. Это, безусловно, все делают. Что нужно сделать в такой ситуации? Подойти в администрацию района непосредственно, подать заявление о том, что вы хотите выполнить перепланировку. — А кому подавать заявление? Давайте вот сразу, чтобы уже до конца, вот, потому что администрация, ну, это такое большое здание, где сидит много сотрудников. — В администрации, архитектурный отдел, либо… — Архитектурный отдел. Так, подаешь заявление далее. — Подаете заявление, потом обращаетесь к нам, и мы вам подготавливаем сначала проект перепланировки, в котором как раз-таки мы вас можем проконсультировать. Что мы можем сносить, что мы можем переносить, какие зоны должны располагаться друг на другом. Допустим, если вы хотите перенести санузел, да, это мокрая зона получается, вы хотите перенести в другой угол квартиры над жильем, то есть непосредственно у вас внизу и наверху находится жилье. Так делать, естественно, нельзя, потому что… — Нельзя? — Нет, нельзя. — Потому что ты, например… А почему? — Потому что мокрая зона должна находиться под мокрой зоной. То есть если у вас, не дай бог, произойдет какая-то протечка, ну, мало ли, да, коммуникация, конечно, безусловно, чтобы это не отразилось на жилье и в комнате других людей. — То есть всегда ванная и туалет должны находиться над ванной и туалетом людей, которые снизу и сверху, я правильно понимаю? — Над мокрыми зонами, да, помещениями, зонами, которые не жилье, которые относятся к нежилью. Допустим, можно чуть-чуть расширить санузел, если есть такая потребность, да, за счет коридора. — А, допустим, поменять с кухней? Вот кухня-то считается мокрая зона или нет? — С кухней немножечко сложнее, переносить ее нельзя. Почему? Потому что под кухню идет разводка вент-каналов. — Так. — Вот. И получается, что если вы переносите в другой угол, опять-таки, да, квартиры, то вы должны обеспечить вытяжку. — Да. — Вот. А это очень проблематично. — Это очень сложно. — Конечно. — Я просто вот сразу задумался, как бы прикидывая, ну вот как бы я, например, поступал. Итак, вот в этой ситуации, вот знаете, что происходит очень часто? Это народ у нас, ну, достаточно свободолюбивый, назовем это так. То есть люди привыкли делать то, что вот они решили делать. Очень часто приглашают вот некоего мастера, который говорит, не переживай, все будет хорошо, и дальше делает то, что ему, что от него требует или что от него просит заказчик, хозяин квартиры. Там надо сломать несущую стену. Он ее ломает, не сомневаясь там. Нужно перенести вот мокрую зону, как вы говорите, то есть ванную и туалет. Он ее переносит, протягивает там, вытягивает конденсационную трубу и так далее. Вот чем это чревато? Вот чем это чревато? Давайте начнем вот, ну, для начала, может быть, с каких-то конструктивных, технических моментов. Какие риски могут быть? Риски могут быть следующие. Опять-таки, это снижение несущей способности всего дома в целом. Допустим, если рассмотрим такой вариант, у нас панельный дом. В панельном доме, то есть когда он идет прям панелькой, люди, заказчик, да, владелец помещения хочет выполнить проем, ну, перенести условно. Не нравится ему в этом месте, он хочет перенести. Это делать категорически нельзя. Почему? Потому что, объясню, если вы сделаете, допустим, у себя в квартире проем, то есть такая вероятность, что ваши соседи могут от этого пострадать. Не обязательно, что над вами. Бывает такое, что даже трещины могут пойти в соседнем подъезде. И, естественно, у людей возникает вопрос, а с чего и откуда это все взялось? И когда мы начинаем выезжать на место, да, и как бы начинаем подготавливать техническое заключение тех людей, которые как бы к нам обратились, выясняется ряд вопросов, которые как раз-таки отвечают на высший вопрос. Почему был такой момент? Потому что несущую способность снизили за счет увеличения проема. Вот в этой ситуации я правильно понимаю, что у вас есть все необходимые специалисты? То есть это ведь тогда получается не только работа проектировщика, архитектора, это работа инженера, строителя, который выезжает на место и начинает, собственно, осматривать, делать замеры, то есть понимает вообще, что происходит и принимает решение, что можно, а что нельзя. Ну, конечно, у нас этим занимаются проектировщики, у нас этим занимаются проектировщики, у нас очень высококвалифицированные специалисты, даже есть люди, у которых стаж работы в этой сфере уже более 20 лет. То есть там все очень грамотно на самом деле происходит, мы выезжаем, и когда в этой сфере уже работаете, плюс-минус вы уже понимаете, почему могут пойти те или иные деформации. Вот про деформации понятно, хотя вот я видел, на самом деле, вы знаете, ну, давно живу, я видел вот всякое. То есть люди ломают несущие стены, которые там соединяют лоджию и квартиру, и делают такую вот единую комнату с лоджией, переносят туда трубы отопления. Я слышал о том, что в некоторых квартирах устраивали даже бассейны, причем это делали в хрущевках. То есть каким-то образом люди решали, что ему необходим маленький бассейн, и он вот его себе там строил сам, как умел. Вот риски я понял, что могут пойти трещины, могут быть даже какие-то более серьезные последствия. А юридические последствия какие могут быть вот для собственника этой квартиры? Чем он рискует, кроме того, что он может начать выплачивать ущерб людям, которые живут по соседству? — Смотрите, когда у вас неузаконна перепланировка, в последующем будет очень сложно перепродать данную квартиру. Почему? Потому что юридически очень сложно будет узаконить данные моменты. То есть все те нюансы, которые заказчик, в частности владелец, вносит, если рассматривать, допустим, тот же самый бассейн. Но мы же не можем себе в квартире позволить бассейн, правильно? С юридической точки зрения узаконить это нельзя. То есть у вас будут проблемы в последующем при продаже. Еще такой нюанс. То есть у нас получается, что есть владельцы, как бы собственники всего дома. То есть вы являетесь владельцем собственности квартиры, но также есть владельцы и собственники всего дома. — Ну да, это коллекционная собственность, да? — Да, безусловно. Вот. Если, допустим, вы нарушаете несущие конструкции, либо юридические какие-то нюансы, жильцы дома могут как бы направить к вам управляющую компанию, чтобы непосредственно у вас проявили осмотр, все ли у вас в порядке с конструктивной точки зрения. И если приходит проверяющая, да, управление, и у вас обнаружаются какие-то нарушения, вам будут делать предписание как раз-таки на то, чтобы вы исправили этот нюанс. Если вы не исправляете в последующем эти нюансы, да, и не возвращаете перепланировку в тот вид, который он непосредственно изначально был, то у вас вплоть до, может быть, до такого, что нарушение... — Ну то есть суд может быть на самом деле? — Да, да, абсолютно верно, да. — То есть суд, и затем это судебные разбирательства, судебные приставы, решения суда, которые необходимо исполнять, вас будут побуждать, арестовывать счет, ну, в общем, все то, что делают обычные судебные приставы, правильно понимаю? — Да. — Вот еще одна практическая ситуация, которая тоже часто встречается, перевод нежилого помещения в жилое и жилого в нежилое. Ну, то есть понятно, это когда, например, первый этаж, куплены несколько квартир, они объединяются и делается, ну, например, некий магазин, то есть перевод жилого в нежилое. Вот это тоже, проект для этих работ, это тоже ваша работа? — Конечно, да. Мы можем подготовить вам перевод из жилья в нежилье. — Вот насколько это долго, а как выглядит эта процедура, каким образом она проводится? — Насколько долго, это каждый такой нюанс, который нужно рассматривать в частном порядке. Почему? Потому что есть, как бы, нюансы по площади и по каким-то критериям, опять-таки, как я сказала, да, там, допустим, доступ по пожарным требованиям, либо для доступа маломобильных групп населения. Почему? Потому что если вы переводите в нежилье, соответственно, да, вы планируете производить там какой-то вид деятельности, то есть у вас там будет доступ для населения. Соответственно, мы должны предусмотреть и пожарные требования в плане эвакуации, да, обеспечить, чтобы была эвакуация, допустим, с первого этажа. Если у вас есть второй этаж, чтобы мы предусмотрели, как это будет находиться и на первом этаже, и на втором этаже. То есть, соответственно, из этого выходит тоже, что требования для маломобильных групп населения мы должны предусмотреть санузлы, да? Да, безусловно. Да, то есть еще где будут находиться пути передвижения как раз-таки для маломобильных граждан, правильно? Если, допустим, у вас уже есть какая-то перепланировка, мы должны проверить по всем нормативным документациям, соответствует ли данная планировка тем требованиям, которые сейчас у нас актуальны. То есть я правильно понимаю, что вот, допустим, собственнику нескольких квартир начинать самостоятельно работы до того, как вот сделан подобный проект, ну, не стоит, потому что он просто потратит деньги зря на самом деле, потому что он вот обязательно где-нибудь ошибется? Совершенно верно. И деньги потрачены будут зря, и также нервы, и время. Да, потому что придется переделывать. Да. Потому что он на самом деле это не сможет узаконить, соответственно, он не сможет работать потом. Абсолютно верно. То есть либо сдавать в аренду, либо там осуществлять какую-то деятельность. А вот обратный процесс, перевод нежилого в жилое, он сложнее или проще? Конечно же сложнее. Сложнее? Там другие требования, конечно, под жилье непосредственно. Есть же определенные требования в плане площади на человека, правильно рассматривается. То есть комнаты, квартиры и опять-таки сочетание зон. Сейчас непосредственно уже строится так здание, то есть многоквартирные дома, что на первом и на втором этаже условно сразу делается планировка и требования под нежилые помещения. А допустим, если это мансарда некая, либо цокольный этаж перевезти, это практически невозможно сейчас? Цокольный этаж сложнее. Там есть определенный ряд требований вплоть до того, что заглубление в землю. А мансарды, ну, каждую ситуацию нужно рассматривать в частном порядке. Ну, понятно, потому что есть много деталей. Еще одна интересная тема – это разработка и согласование проекта входа. Вот мне, ну, скажем так, те люди, которые занимаются строительством или занимаются девелопментом, говорили о том, что вот это очень сложно. На самом деле это только кажется, что ты сделал некую дверь, там сделал лестницу, вывеску. Вот в чем здесь могут быть, скажем так, проблемы, в чем могут быть вопросы и вот чем вы можете помочь? Мы можем помочь в выполнении как раз-таки данного проекта. Почему? Потому что, как вы верно заметили, что это очень сложный процесс на самом деле. Казалось бы, да, и сделаем дверь, вот как вы правильно сказали. Ну да, прорубил? Да, абсолютно верно. Но начинаются какие нюансы? Если вы выпускаете лестничную клетку, да, лестницу получается, на участок, находится ли участок в вашей собственности? Хороший вопрос. Начнем с этого нюанса. Да. Если участок не находится в вашей собственности, вы не имеете права опускать лестницу. Допустим, у нас первый этаж, либо второй, да, и вы как бы хотите сделать тут вход в свое помещение. Вам нужно этот вопрос согласовать. Ну, то есть как-то либо взять этот участок, который будет у вас непосредственно под лестницей в аренду, либо выкупить его. Порядки разные, получается. Но это земля чужая, это надо четко понимать. Мы живем в капитализме, и земля не бывает ничьей. Конечно. А еще есть такие нюансы, как красные линии, охранные зоны тоже, которые как бы накладывают свои отпечатки на требования. Да, как бы все очень сложно. В историческом центре, вот то, что сейчас называют еще иногда историческое поселение, я так понимаю, этот вопрос еще более сложный будет. Потому что там как бы очень много охранных зон, и, соответственно, вот организовывать вход, наверное, будет еще сложнее. Флажнее, да. Есть еще такие нюансы, как если здание относится к архитектурному памятнику, то тоже есть свои требования. Ну, и нужно рассматривать, говорю, в частном порядке, каждую ситуацию отдельно. Кстати, вот если говорить о памятнике, ну, наверное, памятники даже, может быть, не будем сейчас рассматривать, это вообще отдельная история. Реконструкция фасада. Вот здесь какие могут быть проблемы для собственника, и чем тоже может быть полезно? Реконструкция фасада, в каком плане, может быть, да, сложности? Если, опять-таки, вот, допустим, у вас, ну, первый этаж, и вы открываете какое-то заведение, правильно? Да. А у вас есть уже, как бы, жилой дом, у жилого дома есть какой-то свой архитектурный облик. Также имеется архитектурная застройка, правильно? Вот, и мы должны вписать вашу вывеску, ваше какое-то оформление, получается, входной группы, либо вашего полностью всего этажа под то, что у нас в округе. То есть мы не должны ни в коем образе испортить архитектурный облик города. Потому что, если это будет сделано, будут санкции. Конечно. Вот вопрос тогда. Вот вы делаете проект. Можно, но проект – это только часть дела. А может быть такое, что, ну, например, с вами заключается договор, и вы затем все документы оформляете. То есть после того, как работа выполнена, все согласовано, и, ну, предприятие, заказчик получает, вот, что называется, полный пакет документов, и у него, ну, голова не болит. То есть вот от начала до конца. Такое возможно? Архитектурно-планировочное бюро может предоставить комплексные решения данных ситуаций. Если частная строительная компания решила строить, вот, там, в городе, там, рядом есть дома, либо это, ну, более-менее свободный земельный участок, чем вы можете быть полезны? Вот чем вы можете помочь? Мы можем помочь тем, чтобы упростить, упростить этот нюанс. Непосредственно, допустим, если заказчик, да, хочет построить многоэтажный жилой дом, либо нежилое помещение, в частности, как бы заняться, да, сдачей под аренду, либо открыть… Офисный центр, да, например. Да, офисный центр, либо открыть какой-то свой магазин. Чем мы можем быть полезны? Заказчик может к нам обратиться, и мы можем проконсультировать его вплоть от выбора земельного участка до каких-то конструктивных моментов и подготовки сметной документации, спецификации на материалы. То есть, например, градостроительный план земельного участка, вот, вы можете разработать полностью и ему предоставить. То есть, вот такой вот, это, там, один из видов работ, которые, в принципе, вы производите. Конечно, да. Ясно. А проект планировки территории? Тоже занимаемся, да. То есть, соответственно, вы, вернее, сформулирую по-другому, вот вы говорили о многоквартирных домах, строили на территории городского округа Самара многоквартирные дома, вот, ну, которые разработала ваша компания? Да, безусловно, такие объекты были, и мы надеемся, что в последующем будут тоже. Ясно. Вот, что для этого нужно, вот, какой, ну, какая последовательность? Какая последовательность? Непосредственно заказчик приходит к нам, у него уже есть какое-то видение участка, выбранного участка, да, что мы можем предоставить ему, если, допустим, еще выбор участка только, ну, как бы в планах, ну, просто есть какие-то виды на это. Мы можем проконсультировать, есть ли на данном участке, на выбранном участке охранные зоны. Это очень важно. Конечно, да, безусловно, охранные зоны, красные линии. Почему? Потому что если проходит на участке какая-то охранная зона, то есть от нее мы должны отступить, и ваш большой участок, казалось бы, да, может превратиться в маленькое пятно застройки. Естественно, вы можете потерять деньги уже на моменте приобретения участка. Вы купите его, а непосредственно то, что вы хотели построить, вы не сможете построить. Вот. Ну, это, наверное, самое важное. И затем уже, исходя из того земельного участка и вот того, как вы сказали, вот пятно застройки, которое на самом деле-то у вас будет, можно уже делать проект. Конечно, безусловно. Мы можем подготовить также проект, архитектурную часть здания в целом, либо уже потом проектирование, как раз-таки конструктивные моменты все эти уже осмотреть и осуществить как раз-таки ту красивую картинку, воплотить в жизнь непосредственно через проект конструкций. Затем авторское сопровождение проводится, когда идет строительство? В частном порядке, да. То есть это тоже возможно? Конечно. Чтобы потом оно было вот так, как оно нарисовано, вот от начала и до конца, потому что, ну, это же вот тоже есть разница. Конечно, да, это называется авторский надзор. Авторский надзор, да-да-да, авторское сопровождение, авторский надзор. Вот девиз вашей организации – адекватное планирование будущего, я прочитал. Что это значит? Опять-таки, вернемся к тому моменту, что, да, когда заказчик хочет построить, допустим, дом, да, казалось бы, ну, есть такая мечта – хочется построить дом. Что мы можем сделать? Мы можем адекватно и грамотно спланировать. Как я уже ранее сказала, мы можем предоставить и помощь в выборе земельного участка, да, и как бы с конструктивной точки зрения воплотить все это в жизнь. Соответственно, это экономит время, и деньги, и нервы. Анна, вот вопрос, может быть, не совсем профильный, но, тем не менее, не могу не задать. Вы молодая, красивая девушка и успешная, состоявшаяся. Вот на сегодняшний день, то есть вы выполняете сложные работы. К вам может прийти студент, там, последнего курса нашего строительного института на работу или на практику, выпускник молодой, талантливой, но без опыта. Такое возможно? Конечно, возможно. У нас есть такие ситуации, когда к нам приходят ребята на практику, они показывают себя с лучшей стороны, и, да, если у нас открыта вакансия, наше руководство как раз-таки приглашает на работу. В частности, у нас сейчас есть такие специалисты. Есть вакансии? Да. Нет, у нас есть специалисты. Есть такие специалисты, я понял. Просто вы сказали, что у вас есть люди, которые работают более 20 лет, и, соответственно, у них есть чему поучиться. Безусловно, конечно, да. Мы перенимаем опыт у более квалифицированных специалистов, напитываемся их опытом. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, мы с вами увидимся вновь, а вам я желаю построить в нашем городе побольше красивых, интересных новых зданий, чтобы нам было приятно в нем жить и приятно работать. Благодарю. Напоминаю, в нашей студии была Анна Федорова, главный специалист отдела проектных работ муниципального предприятия города Самары «Архитектурно-планировочное бюро». Удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин